Привет всем! Сегодня готовим салат генеральский. Говорят, он очень вкусный, он очень-очень слоеный. В общем, пробуем и оцениваем пищу генералов. Для первого слоя берем две картофельные отварные и натираем их на крупной терке. Выкладываем картошку. Затем берем луковицу и мелко ее нарезаем. Выкладываем поверх картофеля. И лук покрываем майонезом. Сейчас снова идет слой картошки. У меня картофель крупный, поэтому по две штуки на каждый слой это, конечно, многовато. Ну, смотрите, по вашей салатнице, если у вас вообще для этого салата нужна большая салатница. И лучше прозрачная, чтобы потом все слои было видно. Если салатница не очень большая, уменьшите порцию наполовину. Выкладываем снова картофель. Снова смазываем этот слой майонезом. А теперь высыпаем где-то пол баночки зеленого горошка. Ну, может взять две трети баночки. Затем берем штуки три соленых огурчика и мелко нарезаем их кубиками. Выкладываем огурцы поверх горошка. И снова покрываем этот слой майонезом. Берем три яйца и натираем их на крупной терке. Выкладываем сверху. Берем пару долек чеснока и натираем их на мелкой терке. Посыпаем сверху яиц чесночком. Затем берем 100 грамм сливочного масла и натираем его на крупной терке. Конечно, лучше, если масло будет такое хорошо замороженное. У меня оно уже немножко растаяло. Но ничего, я с этим справлюсь. Выкладываем масло сверху. Вот так вот кому-то покажется необычным, то, что в салаты добавляется сливочное масло. Но поверьте мне, сколько я делала салатов со сливочным маслом, они такие получаются очень нежные. Еще возьмем 100 грамм сыра твердого. Тоже натрем его на крупной терке. Посыпаем сыром сверху масло. Сыр тоже хорошо смазываем майонезом. Завершающий слой – это вареная свекла. Натираем также на крупной терке. Распределяем свеклу. Смазываем сверху майонезом. И отправляем в холодильник салат на пару часов. Нужно, чтобы он хорошо пропитался. Но салат такой мощный получается. Тут, конечно, можно целую армию генералов накормить. Готовьте, подписывайтесь, ставьте лайки. Приятного аппетита вам! Кормите своих генералов! И пока!